Видео подготовлено сайтом онлайнгдз.нет Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1330. В растворе содержится 40% соли. Если добавить 120 г соли, то в растворе будет содержаться 70% соли. Сколько граммов соли было в растворе первоначально? Давайте запишем краткое условие. И у нас будет две строчки первоначально и стало. Первоначально неизвестно, сколько граммов соли в растворе было. И нужно это будет найти. И сколько стало тоже неизвестно. Но сказано, что добавили 120 г соли в раствор. То есть 120 г больше стало, чем было первоначально. И это у нас получается 40% соли в растворе. А здесь 70% соли в растворе. И задачу будем решать с помощью пропорции. То есть с помощью уравнения. И за х давайте обозначим количество соли, которое было первоначально в растворе. И 40% раствора – это х грамм. Тогда мы можем найти все количество раствора. 40% – это 0,4. То есть 0,4 – это х грамм. То есть нам известна дробь 0,4 и ее значение х. Можем найти все число по его дроби. Чтобы найти число по его дроби, нужно значение этой дроби. То есть х разделить на дробь на 0,4. И давайте разделим. И 0,4 представим в виде дроби 0,4. И чтобы разделить, нужно умножить и дробь перевернуть. 10,4 у нас сократятся. Здесь будет 5, а здесь 2. И если 5 и 2 тоже разделить друг на друга, то есть на 5 на 2 разделить, то получим 2,5. То есть получаем 2,5х грамм. Это масса всего раствора. Так, с этим мы разобрались. С первым случаем, когда у нас была первоначальная. Теперь давайте разберемся с тем, что у нас стало. Причем у нас меняется не только количество соли в растворе, но и масса всего раствора у нас тоже поменяется. Х соли было в растворе, добавили 120 грамм, станет х плюс 120. Это стало соли в растворе. И масса раствора тоже на эти же 120 грамм увеличилась, потому что больше ничего мы в раствор не добавляли, только эти 120 грамм соли. Поэтому масса раствора стала 2,5х плюс 120. Это масса раствора. И 70% давайте представим в виде десятичной дроби. Это 0,7. И эти 0,7 – это х плюс 120. Опять нам дана дробь 0,7. И ее значение х плюс 120. И можем найти все число, то есть всю массу раствора. Для этого нужно х плюс 120 разделить на 0,7. Это масса всего раствора стала. Ну, а так как масса раствора – это еще и 2,5х плюс 120, можем составить уравнение х плюс 120 делено на 0,7 равняется 2,5х плюс 120. И давайте обе части уравнения на 0,7 умножим. Получаем х плюс 120 равняется 2,5 умножаем на 0,7х и плюс 120 умножаем на 0,7. Оставим только уравнение на страничке и его решим. 2,5 умножим на 0,7. 25 на 7, 7 на 5 – 35, 5 пишем 3 в уме, 7 на 2 – 14, 3 в уме – 17. И два знака, запятые, нужно отделить. То есть получаем х плюс 120 равняется 1,75х плюс и 120 на 7 умножаем. 120 на 0,7х и сначала на 7 умножаем, потом один знак, запятые, отделим. 12 на 7 будет 84, 120 на 7 – 840, один знак, запятые, отделяем 84. И давайте перенесем неизвестный в одну сторону, известный в другую. Их за в левой части остается и 1,75 еще переносим. Меняем знак на противоположную, станет минус 1,75х. Правая часть 84 остается и плюс 120 переносим, будет минус 120. х минус 1,75х. 1,75х минус еще один х будет 0,75. И еще не забываем перед результатом минус поставить, потому что мы из меньшего больше вычитали. 120 минус 84 будет 36 или минус 36. Если из 84 вычесть 120. И теперь обе части уравнения разделим на минус 0,75. х остается в левой части и минус на минус плюс. И теперь 36 разделим на 0,75 на 2 знака, запятую в делителе переносим. Ну, а так как делимом нет запятой, то просто 2 нуля добавляем. И 36 делим на 75, начинаем делить с числа 360 и берем по 4. 4 на 5 – 20, напишем 2 в уме, 4 на 7 – 28, и 2 в уме – 30. Вычитаем, получаем 60 и 0 сносим. И по 8 берем, 8 на 5 – 40, 0 пишем, 4 в уме, 8 на 7 – 56, и 4 в уме – 600 минус 60, 600, 0. И получаем, что х равняется 48. За х мы обозначали количество грамм соли, которое было в растворе. То есть 48 грамм соли было в растворе первоначально. И это нам и нужно было найти. Поэтому пишем ответ. 48 грамм. И выполнили задание 1330. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.